Здравствуйте, друзья! И снова видео от питерского дачника. Сегодня хочу рассказать вам про свою кукурузу. Кукурузу я начал выращивать давно, более 20 лет назад. Но выращиваю в небольших количествах. В настоящий момент у меня всего 9 кустов. Но этого хватает, чтобы полаквиться в сезон свежими початками молочной спелости. Они очень вкусные, мне очень нравятся. Поэтому уже много лет я ее выращиваю. Как происходит выращивание кукурузы в северо-западной зоне, в частности Ленинградской области, лично у меня. Я, например, выбираю сорта, которые невысокие и скороспелые. Названий их великое множество. Их можно подобрать в магазинах, которые торгуют семенами. Как правило, это сорта с небольшими початками. И они приспособлены для нашей северо-западной зоны. Как происходит детально. В начале мая, после майских праздников, в теплице, которая еще готовится для принятия основного посадочного материала, я высаживаю семена кукурузы. После того, как осока этой кукурузы достигает величины сантиметров 15-20, как правило, это происходит в начале июня, я высаживаю ее с комком земли на ее постоянное место обитания, произрастания. Ухаживаю в течение сезона. Я за ней так же, как и за остальными овощами. Рыхление, небольшая подкормка, пару-тройку раз за сезон, с броженными сорняками. И она вырастает у меня уже достаточно хорошего качества, уже к концу августа, к началу сентября. Но, конечно, все зависит от погодных условий. За эти годы, как я ее выращиваю, только у меня пару раз не очень получился урожай, ввиду диких погодных условий. То залило все, то было очень сухо и холодно. В общем, сейчас эта кукуруза у меня уже дала метелки, уже угадываются початки на некоторых. Вот, в частности, уже пошли волосики. Скоро образуется. Вот еще. Так на каждом. Вот этот тут немножко пострадал от ветра. Но ничего, он тоже живой. Вот уже завязываются початки, уже начали чернеть. Рыльца, которые тоже, кстати, очень полезны в лекарственном плане. Ждем, когда эти метелки станут еще повыше. В этом году у меня посажен сорт. Они больше полутора метров не вырастут. Сорт, честно говоря, не помню какой, потому что вечная чехарда с этими названиями постоянно вышибает из колеи. Но один сорт очень похож на другой, поэтому какой вы выберете для своих посадок, это абсолютно ваш выбор. Больше чем уверен, что у вас она тоже вырастет при должном уходе за ней. Но, как я уже сказал, особого такого ухода она не требует. Ну и, в конце концов, вы в конце сезона можете полакомиться этой прекрасной культурой, этими прекрасными молочными початками. Я, в общем-то, доволен. Сейчас уже начало августа, еще месяц с копейками она будет расти. И, в конце концов, будем снимать урожай. Если бы мое видео было вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите. Ну а сейчас добра, здоровья и всего доброго вам и вашим семьям. С вами был питерский дачник. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok